Коллеги, всем привет! Продолжаем серию коротких репортажей с выставки NAB 2022. Не все компании, которые раньше участвовали на основных площадях выставки в этом году, сделали так же. Некоторые вместо стенда на выставке просто выкупили номера в соседних отелях и там организовали свои маленькие такие локальные мероприятия. Одной из таких компаний стала Куб Оптикс. Объективы Куб Оптикс не нуждаются в особых рекомендациях, всем хорошо известны и любимы многими кинооператорами. Мы тоже побывали с Игорем Калининым на этой маленькой выставке и сейчас слово ему, Игорю Калинину, который хорошо осведомлен о возможностях и о качестве этой оптики и представит новые объективы, которые появились совсем недавно. Смотрим! Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на этом мини-стенде компании Куб Оптикс на NAB 2022. Известно, что объективы Куб, наверное, наиболее популярны в среде кинематографистов по всему миру, но и, разумеется, в России тоже. И компания очень много делает для совершенствования их продукта, для устранения даже тех минимальных недостатков, которые были в прошлых сериях. И вот здесь мы с вами видим абсолютно новый трансфокатор компании Куб, который с фокусным расстоянием от 85 до 215, с очень характерной картинкой для оптики Куб. Разумеется, он сведен по светопередаче со всеми другими объективами Куб. Например, седьмой серии обладает соответствующим набором интеллектуальных опций, как-то передача всех метаданных о параметрах объектива, об экспозиции, которые позволяют на этапе постпродакшена и даже на площадке совершать все действия быстрее и обеспечивать более качественную картинку для последующей, собственно, работы. Этот объектив характерен достаточно передовым дизайном. Он имеет очень надежную, хорошую обработку корпуса, которая защищена от воздействия атмосферных всяких проблем, приятна на ощупь. И обладает очень мягкими ходом всех колец управления, как-то фокусным расстоянием, фокусировкой, диафрагмой. Соответственно, этот объектив, он предназначен для полнокадровых камер, как цифровых, так, в принципе, и на плюночную можно поставить. Ну и обладает, конечно, феноменальными характеристиками. Вот, эта оптика, она имеет некоторый винтажный оттенок, картинки, имеет очень приятное для глаза овальное боке. Ну, в общем, я думаю, глупо рассказывать специалистам, об этом все прекрасно знают. Важно, что этот продукт появился только что и имеет гораздо большую дистанцию изменения фокусного расстояния, чем все предыдущие объективы этой серии. Кроме того, компания Кук представляет здесь новую серию S8 High Speed Optics, которая также предназначена для полнокадрового оборудования и которая обладает феноменальными характеристиками по коррекции цветовых аберраций, по коррекции геометрических искажений при полном открытии диафрагмы. И также она, соответственно, следует всем традициям оптики этого производителя, которая делалась перед этим. Ну, это абсолютно новая как бы линейка оптики, которая, если меня память не изменяет, насчитывает 14 объективов и, в общем-то, отвечает всем самым там прихотливым потребностям при производстве современного, ну, при современном кинопроизводстве. Про цену я сейчас, наверное, не смогу сказать, ну и вообще доступность этой оптики на территории России пока остается под вопросом. Но, тем не менее, как инновации компании я мог бы ее как бы порекомендовать, хотя она в этом на самом деле не нуждается. Большое спасибо за внимание. Всего хорошего.